Доброе утро, Юлия! Доброе утро, Юлия! Ручку я взяла на ширину линейки, долго не думала. И у нас единственное, что буковка Т, потому что мы будем делать люверсы, как у нас здесь красиво на корзинках. Да, и чтобы с нашими люверсами скрепить. А, кстати, не спрятаны внутри, поэтому я сначала заметила. Да, ручки мы посерединке делаем надрезики, с помощью этих надрезиков пропускаем ленточки. Анна тут мне провела уже мастер-класс, удобно это делать, пропускать ленточку вот такой вот счетной палочкой. Да, и я практически наловчилась в этом процессе. А пока вы пропускаете ленточку, мы сейчас будем собирать нашу корзинку, собственно говоря. Клеить вообще, получается, ничего не нужно, да? То есть вот этими вот люверсами она скрепляется? Да, люверсами скрепляется, подклеивается у нас единственное, это декор. Вот с помощью моей вот такой вот волшебной штучечки, которую можно приобрести либо в магазинах, либо в констоварах, мы проделываем наши люверсы. А чем можно украсить дополнительно такую корзинку? Или это уже будет перебор? Я же как сорока, мне нужно, чтобы еще что-нибудь было. Можно точно так же из фетра сделать яички, поклеить яички. Можно просто разукрасить текстильными маркерами. Можно, собственно говоря, как мы это сделали, при помощи различных бусинок. Можно также при помощи ленточек, при помощи бантиков, при помощи ниточек. А, кстати, вот это сразу люверсами вот так и скрепляется? Там не нитка, а там вот нитка потом продевается. Она скрепляется люверсами, то есть я сперва делаю при помощи нашего специального такого предмета дырочку, как при помощи дырокола, вставляю люверс. Если нет люверсов, ничего страшного, можно подклеить клей моментом, но придется просто больше времени на это потратить. Ну и тогда, наверное, чтобы скрыть какие-то неэстетичности, нужно будет еще и вот эти места тоже заклеить какими-нибудь рисунками. Перепробежаться точно так же ленточками. Кстати, на клейке очень хорошая декорация. Сейчас очень много всяких декоративных вышек продают в рукодельных магазинах. И с помощью их можно декорировать очень много вещей. Такая замечательная вещь. Также сейчас для упрощения продаются различные готовые бантики уже из экластных лен. Стоят они недорого. Их тоже можно приобретать и украшать, чтобы самим уже не сидеть, не крутить, как раньше. Все упрощается у нас. Вот такая вот у меня я достаточно быстро, мне кажется, справилась с этой задачей. Получилась вот такая красивая ручка для корзинки. Ну и в принципе, мне кажется, что со мной мы доказали, что за несколько минут буквально можно сделать отличную праздничную корзинку, в которой можно положить свою пасхальную снеть. И это будет выглядеть не просто красиво, но еще и аппетитно, мне кажется. Потому что все очень хорошо и красиво получилось. Я напоминаю, что в студии у нас была Анна Катан, руководитель творческой мастерской. Вместе с нами, вместе веселее. Давай вставай, вставай смелее. Вставай!